Постыдиться в Мене и Слове с Моих Хротисем, Прилюбодельным и Гречным, Постыдюся, постыжуся и я, как важны для нас эти слова. Особенно сейчас, когда весь мир ополчился против православия, когда текут реки крови христианской по всему миру. Мы... Некоторые недальновидные люди спрашивают, почему Россия вступила в Сирию, в защиту Сирии. Мы мало что знаем, что там происходило, но там действительно война шла на уничтожение христианства, ибо вся мировая элита, вся злоба сатанинская, сейчас уже четко определились, кто для них враг, а кто для них друг. И поэтому врагом они избрали христиан. Потому что они мешают им в построении нового мира. Мира без Христа. В своем безумии они дошли до того, что они думают, что они смогут этот мир сделать нехристианским, и смогут изгнать Бога и Творца из жизни этого мира. Но Бог, поругаем, не бывает. Да, сейчас много святых мучеников. По всему миру мучеников христиан, которых мучают, которых убивают. И мы знаем только маленькую-маленькую крупицу того, что действительно происходит в мире, когда средства массовой информации случайно проникают. Проникают казни христиан, как их мучают по всему миру. И мы должны понять, что сейчас время исповедничества. Может быть, это не всегда кровь, но это и слово. Слово, которое мы часто боимся сказать. Подстраиваясь под реалии этого мира, люди боятся исповедовать себя христианами. Они хотят подстроиться под этот мир и жить в нем, думая, что можно служить и Богу, и Мамоне, что можно спокойно прожить до конца своей жизни и не быть исповедником. Это большая ошибка. Господь, знаете, вот в этой связи вспоминаешь житие великомученика Истафии Аплакиды, когда познал он Христа, познал веру, был просвещен верой, И Господь спрашивает его, когда бы ты хотел исповедовать, быть исповедником? Потому что тогда быть христианом, это значит быть исповедником, и часто мучеником. И Господь спрашивает, когда бы ты хотел? Сейчас, или через какое-то время, или в конце твоей жизни? И Истафия сказал, сейчас. И если кто читал, его житие, оно настолько трогательное, настолько трепетно, равнодушным не останется никто, кто прочитал это житие. Какова была вера этого святого? Какова была, каково было мужество? А сейчас в основном мир погряз в благах этих мирских. И очень часто христиане проявляют трусость, боятся исповедовать Христа, пытаются подстроиться под современные, безбожные, антихристианские реалии. А слова Господни, слова, которые мы сейчас только слышали, разве они уже не действуют? Разве они не нам сказаны? И как будет страшно, если мы, прожив свою жизнь и называя себя христианами, всю жизнь вдруг и слышим, я не знаю вас. потому, что вы хотели служить двум господам. И это касается нас с вами. Как часто мы отмалчиваемся, как часто мы позволяем поносить веру нашу, Христа, законы Христовы, нравственные законы. Мы забываем, что Господь только таким образом может нас спасти. Только тогда, когда мы отвергнемся себя и возьмем крест свой и последуем вслед за ним. Он не стеснялся говорить правду. Чаще открывайте Евангелие. Смотрите, о чем Господь говорит. Он говорил всегда с любовью, потому, что Он хотел спасения каждому. И даже злым иудеям, которые распяли Его, Он даже тогда молился, когда был уже пригвожден ко Христу, когда Он страдал. и тогда, испытывая тяжкую боль, Он думал о спасении людей, даже злых. И это не осталось без ответа. Вспомните Лонгина Сотника, который видел и слышал все в его сердце. Проросло это семя, семя любви Христовой. Он исповедал Христа и со временем и сам принял мученическую кончину, но уже никогда не отступил от Бога и никогда не предал Его. Вот, дорогие мои, как важно нам нести до конца свой крест. Мы назвались христианами не для того, чтобы получить какие-то блага или удовольствия в этой жизни. Никому в Евангелии Христос не обещает сладостную жизнь в этом мире. Потому что сам Он пришел с великими скорбями в этот мир. Дьявол изначально знал, что это Христос. Никто из основателей других религий не пришел в мир с такими страданиями и гонениями. Лишь только народился в этот мир Христос возмутилась вся злоба сатанинская. Даже не было места, где Ему родиться. И родился Он в пещере. Вот дорогие мои, как важно нам понимать, что Христос пришел не сладкую и спокойную жизнь нам принести, а труды, может быть даже и страдания. Но только через эти страдания мы научаемся быть сострадательными. Мы научаемся любить людей. И только человек, который сам пострадал, сам испытал чажесть страданий, будет жалеть других, будет сострадательным. И вот так вот появляется в сердце любовь. Пройдя через горнило искушений, через покаяние, через страдания, тогда вот человек научается любить. Просите у Бога любви. Просите у Бога застраданий. Просите у Бога истинной веры. И Господь сам научает нас, чтобы мы молились и просили укрепления нашей веры. Чтобы из жизни нашей был изгнан страх животных. И лишь только страх Божий. Страх обидеть Бога, обидеть ближнего. Вот какой страх мы должны приобретать. Страх потерять ближнего, но не значит, что его надо постоянно оберегать от Христа, от тех трудностей, которые Господь нам посылает. Поэтому сегодня нам Господь дает утешение. И нам так сейчас важно и нужно это утешение. Крест, животворящий крест. Господь нам дает силу этого креста. Ведь некоторые спросят, у каждого из нас есть крест и дома, и везде. А чем важен этот крест? Господь по своему особому промыслу. В средине поста великого, когда наколены все страсти, когда демон так лютует, чтобы отобрать у людей благодать, отобрать у людей мир, покой, чтобы понести их по кочкам и разрушить, разбить их о камни. Вот именно в этот момент Господь дает особую силу чеснага и животворящего креста, особую. И поэтому мы всех воспризываем кресту Господню поклониться, приложиться, получить эту силу чеснага и животворящего Христа. И этой силой Господь будет нас питать, духовно питать, духовно укреплять и поддерживать. Господь говорит «Я в сердце, души, в помощь и нашей ворьце, Господи помилуй, Господи, я в и в в и свыше в и в и в в и и и и Продолжение следует...